Окей, мы продолжаем нашу сессию и наш следующий докладчик Армен Сергеев с докладом Эрбитова Уравниния Яны Бинства и их вовсе. Спасибо большое, спасибо за явление. Я хочу поблагодарить оптимизаторов, которые получили в этой конференции. Я уже начал говорить по-русски, так что я буду продолжать выступать. Речь пойдет, как вы видите, об Эрбитовом Уравнинии Янгоменции и обобщении. И эта работа основана на совместной статье с Александром Сухом, который из Уравнинии одновременно и из Ленин. В первой половине XX века стало ясно, что Уравниния Янгоменции играют вроде только физики, но и математики. Оказалось, что эти уравнинии, которые происходят из физики, а более конкретные из теории, играли также значительную роль в дифференциальной диагностике. Уравниния Янгоменции, в случае нефтитовости, можно рассматривать как матричные аналоги от уравнений Лаптас. Тем самым, это не ленинг уравни. С другой стороны, они совпадают, что они имеют Лаптас для некоторых функционалов, которые здесь называются функционалами Янгоменции. Эти уравнинии, которые получаются, имеют второй вариант к относительно связности. Тем самым, с трудом подойдутся. Гораздо удобнее иметь дело с локальным минимумом Янгоменции, который является решением, так называемых, уровней индивидуальности. Эти уровни индивидуальности, в отличие от общих уровней индивидуальности, имеют первый порядок последствий. Тем самым, как проще это изучить. Решение этих уровней индивидуальности, называются иначе инстантонами. И они были исследованы по трудностям в раздражении четыре, как физиками, так и математиками. В частности, в известной статье А.Т.И.Т.И.М.А. Было получше полное описание пространства мудро и детях. Это пространство. А как говорится, я не знаю. Теперь, что такое эрмитий уровнение? Эрмитий уровнение Янгинсов — это деленение уровня. Эрмитий метрик. На беломорсное условление на компактном киеве. Его можно также рассматривать как уравнение аунитарной связи, которая достаточно осуществляется с адренной эрмитовой энергетикой. Если размерность базовой энергетикой в наше расстояние, если размерность базовой энергетикой, тогда решения в медуформлении Янгинса задаются пульскими связанностями. И это очень большой случай. Пока я идем по кофейке. Если размерность базовой энергетикой комплекса, тогда решения являются антиостударными связностями, которые иначе называются инстантонами. Таким образом, Эрмитий уравнение Янгинса можно рассматривать как многомерное обобщение уравнений дуальности. То есть многомерное обобщение уравнений дуальности. Главным результатом первой части моего доклада, связанного с адренной эрмитовым уравнением Янгинса, будет теория Добилсона о существовании и единственности решений и отличие задачи в дуальности для антиостударных уравнений Янгинса на компактном термином с границей. Это главный будет результат первой части. Во второй части мы перейдем к обобщению. Мы рассмотрим так называемое деформированное уравнение Янгинса. Это обобщение уравнений Янгинса появилось в теории СТУР. И работа в ПТАУ и его соавторах. ПТАУ и ЕМИНСКИ. Деформированное уравнение Янгинса сводится к этим уравнению Янгинса в пределе большого объема. Существование решений деформированного уравнения Янгинса доказывается при дополнительном условии типа положения кривизны с помощью потока теплопроводки. Этот поток существует для всех времен и в пределе большого объема сходится к решению деформированного уравнения. Это, так сказать, доктор, можно сказать, анонс. Как я вам сказал, тут у нас у нас есть конкретно. Понятно. Но сейчас я приду к более детальному условию. И прежде всего я должен определить, что такое агентство уравнений Янгинса. УСЕ – это главного ректорного слоя. Это комплексное надобразие Z. Размерность S большой. И H – эрмитра метрика на этом расслоении. Что это означает? Это означает, что в слоях есть заданная эрмитра метрика, которая зависит от точки базы Z. Тогда на ней существует каноническая унитарная связность, сопоставимая с вот этой армитной метрикой H. Заместимая с метрикой H. Термин это локальная терминализация этого слоя. Ее можно описать следующим образом. Довольно просто описывается. Давайте предположим, что локальная терминализация I задается набором сечений S и T. Тогда метрика H задается армитной матрицей. И компонентами, которые являются, это компонент H и G, это просто скалярное произведение S на S G в метрике H. В этой терминализации матрица связана вместе. Имеет такой плитик. Довольно простой. H минус первой. D H. А ее переста родятся. Т с чертой. Я ее обозначил через H. И она имеет вот компонент D. Это что? Отератор дифференцирования. Отератор дифференцирования. Я подозреваю. Слово головмортости есть. Головморто-векторность нет. Связанность? Да. Нет, на связанность. Связанность должна быть, конечно. Я извините. Я принадлежу и многое. Конечно, конечно. Конечно, головмортость должна быть. Потому что иначе не обморчить. Правильно. Спасибо. Сразу видно, что это не ленинговый работой. Меня никому ленин довольно сложно. Ну давайте теперь допустим, что на Z Z имеется кереру метрику. То есть метрику форму, которая 1,1 по кереру форму оминга. Это форму типа 1,1. То есть 1 по Z и 1 по Z с чертой. Там можно ввести оператор на сверху. Этот оператор будет действовать из форм размера типа 1,1 или функции назад. А действия по такой формуле. Мы применяем рядом вот это. Это 1,1 форма. Омин – это тоже 1,1 форма. Поэтому можно здесь скорее произвести. И тогда получится некоторая функция. Функция другая разница. Вот эта штука называется Эрмитрон фонтезер Янгемельца. Янгемельца. Вот такое уравнение, которое имеет обманчивый образ Т. Его решение называется Эрмитрон фонтезер Янгемельца. А сверху связанность называется Эрмитрон фонтезер Янгемельца. Еще раз повторю. Я сказал это в краткотом видении. В том случае, когда на основе Эрмитрон фонтезер равняется единице. И это вот отображение Эрмитрон фонтезер Янгемельца. Эрмитрон фонтезер Янгемельца. Эрмитрон фонтезер Янгемельца. Эрмитрон фонтезер Это просто плоский связанность как я уже говорил. Это очень простой сверху. Тем не менее, имеющий большие предложения. Я потом скажу. Если это равно дефункт. Следующий послужинец. Яндролемка состоит из антиоктудуальной формы. Не буду давать определение, что это такое. Важно, что в этом случае решение этих тему уравнения это вот эти самые антиоктудуальные сверхности, которые иначе называются инстантоном. И так в случае рамки 2 решение этих уравнений является инстантоном. То есть совпадает с инстантоном уравнением. Таким образом тему рождения можно раскладывать с инстантоном уравнением. Выборные тривилизации Киев уравнений можно списать на каком виде. Вот это его определение. А теперь смотреть, что справа написано. Справа написано. Что конечно меня не представляет. Наши трудности. А естественно это теракт второго порядка. Но сильно не ленив. И в этом вся проблема это не ленивность. Теперь давайте перейдем в граничные задачи для этих уравнений. Ну поскольку там было написано дельце, то ясно, что нужно рассмотреть задачи по крайней мере в начале этой задачи. УЗЕ чертой это гладкая комплексная компактная мегабразия с границей без предположим, что открытая часть этого мегабразия снабжена геновая форма облика, которая гладко продолжается на границе. УЗЕ это гламотные векторные расслоения, которые тоже гладко продолжаются на границе. Вообще в этих случаях это утвердение, что она гладко продолжается на границе означает, что если мы рассмотрим по крайней мере картинной адресности, то функция перевода должна быть киломортом внутри в этой части и должна продолжаться на границе. И так главный теорет теорет пусть Е киломортные векторные расслоения тогда для любой метрики F на расслоении E на границе на границе то есть единственная метрика H на E такая, что эта граница совпадает с F а внутри метрица есть уравнение L ну собственно говоря то, что не хотелось результат который может улучшить. прежде чем я расскажу идеями касательства этого результата я хочу заняться единственностью для этого нужно отметить два свойства решения давайте фиксируем какую-то метрику G это будет метрика отсчета на этом расслоении если H это другая метрика на E это уже будет расслоение домашнего тогда далеко метрики H оператор метрицирован по метрике H записывается в таком виде а оператор тезер 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 теперь лидеризация если вы зафиксируете метр подсчета то хочется естественно рассмотреть лидеризацию метрики как она совпадает с вариантов углусианом вот по-другому на него на второй способ обозначен через H просто положительных отметок NN матрицы которая обозначается с фактором общей ремьерной группы метрики над ремиальным расслоением это просто отображает EZ это пространство А если рассмотрим общие расслои E на C то это сечение расслоения слоем которое является метрика которая дается следом H H это как раз элемент отсюда H значит H когда мы можем для производительных точек H и K мы можем ввести вот такую функцию Сигму от H это тревис в таком порядке минус это отрицатель а мы можем диагонализировать метрику H с положительной значением варианта A тогда это Сигма H зависит в таком виде видите здесь минус 2 ясно что это неотрицатель из этого соотношения сразу утекает что Сигма неотрицатель а равенство достигается только когда H впадает с K ну если обозначить D отажка стандартное состояние давайте рассмотрим расслоение пусть теперь у нас есть H и K две метрики на нашем состоянии 12 давайте определим функцию Сигма от H и K это уже метрики расслоения по точке в каждой точке это есть матрицы можно доказать что если метрики H и K вытворяют химии что нас интересует то тогда Сигма это супер гармоническая функция что это означает что 3 градуса не положительная отсюда вытекает что если у нас есть два решения у которых уравнение с одним и тем значением F это главная функция на базе неожиданная творяет такие свойства сигма для отрицательных как я сказал она супер гармонична когда сигма неположительна и сигма это покажет единственное решение тип уравнения складываем все неграничные задачи этот результат трудно считать неожиданно теперь главный вопрос конечно это не единственное единственное более-менее можно было ожидать сразу а главный вопрос как решить граничные задачи для этого это все-таки негативное уравнение конечно аналитическое но как это сказать тем не менее я понимаю доказательства теоремы которая основана на потоке а именно рассмотрим следующее эволюционное уравнение на метрике здесь стоит то что здесь стоит это на самом деле оператор это дифференциирование по времени но матрица матрица поэтому здесь нельзя просто если мы работаем с матрицами надо брать такой вот это естественная операция а в первую часть мы просто поставим наш центр терзор ну если значение в начальном условии поставим ясно какое тогда у нас получится параболическое уравнение очевидным образом для которого существуют и решения для аналога каждый стандарт я не буду даже об этом останавливаться всякие знают что если есть параболическое уравнение то все нормально спрашивают а что делать прямо вообще в этом все главное загрузка всегда когда распадает патрон ключевое ключевое выбирает следующее лево лево так пусть это больше равен нуля есть субрешение субрешение ля по всем з супре то по те оно будет эксклюзионным быстро угловым субрешение 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 как вы понимаете и нам нужно оценку эдарки функции е бывает экспоненциально быстро по т то есть в любой точке z у нас имеется такая вот ац функция коррегия на самом деле изменяет скорость углевания метрики ht ац фиксированным ht поэтому если мы рассмотрим криву ht то она имеет тоничную длину отсюда утекает существование метрики аж бесконечности которое является значит вот вы видите что ключевое условие это это на самом деле вот эта теорема очень много красивых шлях обо всех я говорить не буду это я пожалуй пропущу можно доказать теорему после этой теорены фактически это а проговорю то к чему наша работа имела отношение кажется это можно применить продолжение к инструктору сначала я думаю ситуация которая рассматривалась в начале нашего доклада я напомнил что здесь была комплексная компактная мегаобразие с границей дз и е было гламотно векторное расслоение которое смутно продолжалось по границам мы предполагали что з смужено кемерово 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 который продолжается к пиралице то что сейчас регулирую утверждает что в любой метрике на пиралице существует единственный метр h на все где такая что h является решением кемерово теперь я расскажу как этот результат можно перебереть к теории гаевской структуры каширин давайте рассмотрим такую область з и рассмотрим комплексную структуру которая продолжается узб это касательное расстояние кжи это то что называется комплексно-касательное расстояние комплексно-касательное расстояние на границе приобретающих через тысячу ртб касательный оператор каширин то есть это грубый аппарат который делился по комплексному касательному направлению тогда каверраструктура на расстоянии на границе сдается таким оператором т.е. с оператором сопоставляет сечение расстояния неген сопоставляет ноль с значением расстояния неген единственное условие на него которое нам нужно это условие рейтинса если мы примерим его каком произведении сечения с расстоянием нужно на функцию то это будет охрана верить тогда справедливо следующее 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 여� то ей Над граница продолжаете до связанности над всей областью dated чертони вижу dist реализация L, в которой есть сумма тех, кто копит, а чертб. На самом деле этот результат был доказан самим Дональдсоном, а уже в случае производной разменности вот этой струкцией по опыте Z, мы его доказали в работе с Александром Сухом. Вот это то, что я хотел сказать про Эльмит уравнение Эльмит. Ещё раз хочу сказать, что очень много у него приложений, потому что это естественное обобщение от инстантонных уравнений на многомерных случаях, что нетривиальные задачи и до сих пор, нельзя считать окончательный резон. Теперь я расскажу вам, что такое деформирование этих уравнений. Пусть теперь X и Омик, это компактный кемерс в декабраде и А в квадратный склоп, это 1,1 ворбан на X. Тогда, например, можно взять в качестве такой формы, просто класс черна, какого-нибудь клаван вориеновом слою. Компактного кемерса? Пока никаких условий квадратных нет. Нет пока никаких. Ну если класс черна, то есть клаван вориенов. Ну если, да, я говорю например можно взять, например можно взять, а можно ничего не брать, а взять простой кемерс. Вопросы. Вот главный вопрос, который ставится. Когда существует младкая форма альфа в этом классе, когда можно выбрать младкую форму альфа в этом классе, такую, что если возьмем Омик и плюс и альфа, его же идем в негативной степени, то мы получим форму объема. Омик и альфа в один форму, так что это полная форма объема. А здесь будет стоять какое-то компрессное число, R вверхе вне 5. Требуется, чтобы R была положительной. Вот это уравнение. Это уравнение называется реформерным уравнением Генна-Милса. Я в городе еще коротко буду записывать, как компрессия уравнение. Константра. Это тоже вообще дворец. Я в функции. Это функция. Я не требую, чтобы это была констант. Означенная. И не вокруг. В окружности, конечно. Давайте, вообще, может быть, будет более ясно. Давайте запишем это уравнение. Чистели локальных альфа на ЦТ и ЦТ, которые центрированы в точке П на И. Тогда мы получим. Омик и альфа это стандартная. Стандартная. Келлеровского. Дз. Дз. Альфа будет зависеть в таком виде. Это будет Дз. 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 есть, западает с тетой, которая там была, где константы теток, сейчас давайте подумаем, и это функция, да, сейчас одну минутку, давайте посмотрим дальше, сейчас вот как ответ, надо интеграл, и тогда это должно быть плюс, а лепс, и нет, это константа, значит, константа всякие, уравнения константы должны быть, это не меняется, прошу прощения, и это дает нам первое, первое, первое препятствие, разрешение с этим уравнением, а именно требует, чтобы вот эта вот штука, которая здесь написана, чтобы она была, не оброшла, давайте теперь в одном произволе форму альфа ноль из вот этого класса альфа, как мы написали какую-то другую форму из этого класса, ну по деда чертой левого анкара, это будет альфа ноль, плюс вид деда чертой фи, где фи, гладкая функция, а деформированное фи, гладкая функция, а деформированное уравнение, как это все связано, где-то деформированное уравнение, как оно связано и написало, что это мимо часть беретная, вещественная часть, ну мимо часть беретная на вещественную часть, ну в общем тайминском, и возьмем предел при большом объеме, как это делается, нам нужно заменить нашу форму омега, вот эту форму карла и устремить к бесконечности, можно показать, что базовый терм карла для большого карла идет связано таким образом, там есть это средний карл и еще большой, это X на карл, тогда мы берем вот эту функцию колору, средняя колору, связанную средний карл, и разложим ее в ряд по карлу, с точки зрения порядка 5-2, ну получится такое, отсюда вытекает, что вещественная часть, если мы пересмотрим вещественную часть, будет совпадать вот эти, пусть мало порядка, а дима часть будет совпадать вот этим, плюс член высших полетов. Теперь мы записываем это в нашем уравнении, и пользуемся с тем, что там здесь есть все большой объеме, и стакан. Получается такое уравнение с точностью до членов этого танка, где C это константа определяющая вот этот танк. В результате мы получим в последнем уравнении такое видение вот, где C это гастанта, которое отменяется оттуда. А здесь стоит на самом деле, это уравнение, это на самом деле стоит таким уравнением, если мы положим уравнение, то это уравнение. Кривизнение вершин. Теперь, значит, как быть с этим уравнением, как решать? Забейте, что вот этот оператор тегеомия в том числе сумма октажница, является лектическим оператором второго порядка. Поэтому единственное, как раз стандартный опыт, это неостанавливается. Единственное, здесь очень простое. Время возникает второе. Сколько времени? Десять минут. Это уже с вопросами. Ага. Ну, хорошо. Понятно. Тогда, может, я про это не буду говорить. Дело в том, что есть функционал, в отношении которого все это... Ну, давайте все-таки скажу. Рассмотрим, какой функционал для альфа из вот этого класса. Так, на скобках можно писать интерьерапу Х, вот это вот. Я говорил раньше. Вместе с этой функции, в принципе, с этим функционалом. Можно смотреть, какую функцию. Взять вот интеграл, он или присоединительский металл, и по-моему. Тогда можно показать, что вот этот функционал всегда будет больше, чем вот этот функционал. И теорема, которую я бы доказал, стоит в том, что вот эта форма альфа реализирует. То есть, здесь ситуация очень похожа на ситуацию с армитерами. Теперь, как доказать о существовании? Главный вопрос существования. Здесь он умеет, чтобы доказать. Давайте рассмотрим форму из вот этого класса. И допустим, что она имеет следующую форму. Вот если мы возьмем эту сумму альфа, рассмотрим астерляцию такой функции, вот альфа альфа, и допустим, что она мягчит пик. То есть, она в районе не может вращаться, сильно вращаться. Тогда следующую я буду встречать этот условий. Что-что? Класс к малому не за. Класс к малому не за. Класс к малому не за. А альфа это уже нет формы из этого класса. Мы выбираем, ну грубо говоря, такую, чтобы это было меньше. То есть, я не скажу, класс фиксирован. Класс фиксирован. А форму альфа должен выбирать в этом классе. Такую, чтобы я выполнил это условие. Это следующее мнение справедливо. Во-первых, выполнил вот это условие в начале я укладывал условия перекосные. Дальше определил класс угол тета альфа во всякие пределы. Таким условием, что интелирал подходит в степени вен. Если вот это где тета альфа стоит справа. Константы. Где тета альфа лежит как раз вот в этом. То есть, чего нам понадобится тета альфа выбирает вот этот угол, а внутри задний интервал. Мы будем называть этот угол тета альфа из последней леммы, который является вариантом тем самым класса. Подлитым углом. Тогда, для того, чтобы доказать ситуацию, рассмотрим следующий поток теплопроводности. Дойти по дт. Если вот так, это будет дета, который я демонстрирую, потому что должен уставить опять этот опорный переликал. Я спрятую следующую теорию, которую я выдержал со своими статками. Который утверждает, что если в теговразе неисполнено, и линейным условиям не подтвердят метров условиям, не буду сейчас говорить, что это значит. То тогда для достаточно больших k поток методов от L степени k, L от линейного значения L степени k. Сначально значение на линейного степени k. Определен для всех времен, и при тестове на счете психологически используется к решению деформируемых лимонов. Но сразу хочу сказать, что если решение деформируемых лимонов существует для любого, то для любого i от следующая реальность. Поэтому сумма октан делится в ряда, но по всем кроме этого тега обязательно творим в таком условии. Здесь как раз раствор как раз меньше k. Это очень существенное условие. Оказывается, что и обратно это тоже влияет. А это давайте предположим, что существует и в нашем классе такая, что тетра лежит раствор меньше k, а тетра деформируемых лимонов. Тогда для любого i от единицы до n выполняет следующую реальность. Возьмем сумму нюжита. Те нюжиты это, собственно, значение вот этой хи, которая, эта сумма больше равна t на минус пи попало. Для любого i. Оказывается, что это условие, если это условие выполнят, то это уже достаточно для того, чтобы существовало задкое решение деформируемых лимонов. Ну вот это все, что я хотел сказать. Сейчас я скажу, я только фенитарик хочу. Фенитарик, вот эта теорема. Конечно, на этой теореме я могу сказать вот эта теорема. Путь правильный доказательства, но эта теорема не очень растворительна. Не очень растворительна, потому что, видите, здесь на самом деле я не сказал, что это условие достаточно жесткие, положительные сквизны, не очень понятно, зачем они нужны. Почему они нужны для того, чтобы существовало решение химурова у них. Теперь вот это вот официально химурова. Почему я так хотел рассказать это официально? Почему я вообще с него сцепился? Я иногда услышал я, и мне тоже сейчас понравилось. В чем сила этого уравнения и в чем, на мой взгляд, интерес к этому уравнению? Это, на самом деле, очень похоже на комплексное уравнение Монжиапера. Но кто занимался комплексным уравнением Монжиапера, знает, что это очень тяжелое уравнение. В отличие от вещественного уравнения Монжиапера, которая была полностью там разобрана, комплексное уравнение до сих пор с ними большие проблемы. Но оно очень важно, это предложило. Вот это уравнение комплексного уравнения Монжиапера. Не зря оно выросло в теории струнга. Это означает, что оно имеет еще и физический смысл. Монжиапера. А на мой взгляд, это очень интересный уравнение. И, собственно говоря, это может быть подокладка, реклама, какое-то приглашение, познакомиться с ним подробно. Спасибо. И для одного вопроса. Вопросы. 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 Ну, может, еще остались какие-то? Нет, ну хорошо. Если нет, то тогда давайте еще раз поблагодарим. Перевернусь до 11.5. Вопросы.